добрый день уважаемые коллеги меня зовут котов максим андреевич сегодня мы поговорим с вами про коммуникацию между врачом и пациентом онкологической практике и поговорим на такую сложную тему как сообщение плохих новостей но прежде чем мы перейдем к теме сообщения плохих новостей нам необходимо понимать а что же такое плохие новости британском медицинском журнале в 1984 году было дано следующее определение что плохие новости это любая информация которая может кардинально изменить взгляд пациента на свое будущее в дальнейшем в 1996 году в журнале американской медицинской ассоциации было дано следующее определение что плохие новости эта информация которая приводит к когнитивному эмоциональному поведенческому дефициту человека которому эта информация была адресована. В своем знаменитом труде психолог Елизабет Кумблер-Росс предложила несколько стадий принятия плохих новостей со стороны человека, который ему была адресована данная плохая новость. Это стадия отрицания, раздражения, торга, депрессии и, наконец, стадия принятия. При этом сообщение плохих новостей – это ключевой аспект общения с пациентами при онкологическом заболевании, и навыки сообщения плохих новостей являются ведущими навыками коммуникации для врача-онколога. При этом в судьбе пациента существует много разных стадий, когда доктору приходится сообщать пациенту плохие новости. Во-первых, это первоначальная постановка диагноза злокачественного новообразования, когда пациент еще даже не подозревает о том, что оно может быть у него есть. Это разговоры про прогноз злокачественного новообразования. Особенно тяжелым данный разговор как для пациента, так и для доктора является обсуждение неблагоприятного прогноза заболевания. Это вопросы назначения интенсивного лечения, например, хирургического лечения с большим объемом, который может повлечь за собой большие дефекты и снижение качества жизни, а также назначение высокоинтенсивной химиотерапии, которая связана с побочными эффектами. Это обсуждение плохой новости, когда случился рецидив заболевания, несмотря на все усилия докторов, а также обсуждение серьезных побочных эффектов и неудачных исходов лечения. И наиболее сложными коммуникационными задачами для врача является перевод пациента на палиативное лечение. И, наверное, самым сложным коммуникацией является сообщение плохих новостей при подготовке уже к концу жизни. При этом, согласно исследованию 2006 года, примерно 50% онкологических пациентов не получают полную информацию о диагнозе, которую бы они хотели знать. То есть, таким образом, мы все-таки остаемся в модели патернализма и переход к партнерской модели при сообщении плохих новостей дается докторам достаточно тяжело. Также, согласно исследованию 2006 года, способ сообщения плохих новостей может также и повлечь за собой психологическую травму пациента. Какие же существуют вообще способы плохих новостей, которые используют доктора? Первый способ – это прямой, когда доктор в течение 30 секунд очень быстро с медицинскими терминами сообщает пациенту плохую новость. Как правило, пациент при этом ничего не понимает, но у доктора складывается впечатление, что он все-таки сообщил эту плохую новость. Второй способ – это последовательный, который включает за собой, прежде всего, сообщение этой плохой новости, например, о макологическом диагнозе. Но это происходит медленно, последовательно, также с медицинскими терминами. И, опять же, у пациента при этом мало что понимает, но у доктора, опять же, складывается впечатление, что он все-таки сообщил плохую новость, и пациент ее понял. И уклончивый способ сообщения плохих новостей, когда информация либо вовсе не раскрывается, либо раскрывается частично. Что вообще препятствует сообщению плохих новостей пациенту? Прежде всего, это чувство страха. Чувство страха у доктора, потому что сообщить плохие новости – это эмоционально тяжело. Это недостаток знаний, прежде всего, недостаток технических навыков сообщения плохих новостей, поскольку если доктор не знает, как это правильно делать, у него нет четкого алгоритма разговора, то действительно сделать это достаточно тяжело. Это страх перед эмоциями пациента, которые, безусловно, последуют после сообщения плохой новости, а также неспособность контролировать собственные эмоции, которые могут возникнуть у доктора. И страх убить надежду пациента, поскольку, безусловно, доктора не хотят сообщать плохие новости, и хотят сохранить надежду пациента на наилучший прогноз. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Наиболее используемым в мире для сообщения плохих новостей, а также для изучения того момента, как сообщать плохие новости, для разработки образовательных программ, используется протокол SPIX, который был предложен в 2000 году исследователям из университета Стехкасса и онкологического центра имени Андерсона, который располагается в Техасе, в городе Хьюстон. Данный протокол представляет из себя шесть последовательных шагов, при выполнении которого мы можем достаточно эффективно сообщить плохие новости. И нужно понимать, что такое эффективно сообщать плохие новости. Но, прежде всего, это достичь того, чтобы пациент понял информацию, которую сообщил доктор, чтобы доктор поработал с эмоциями, которые возникнут у пациента, и самое главное, чтобы и доктор, и пациент смогли после сообщения плохих новостей обсудить дальнейший план действий, что является очень важным. Первый шаг заключается в том, что мы должны организовать помещение для общения с пациентом наедине. Шаг 1 предразумевает, что мы должны настроить беседу. Необходимо пригласить всех важных для пациента людей на беседу, если мы хотим сообщать плохие новости, поскольку в ряде случаев пациентам нужна поддержка близких людей. Нужно присесть. Для того, чтобы сообщить плохую новость, нам необходимо использовать ряд невербальных навыков. И одним из таких навыков является соблюдение зрительного контакта. Плюс, когда доктор и пациент сидят, они находятся на одном уровне. Зрительный контакт соблюдать наиболее просто. Это показывает, что доктор готов к доверительному общению и готов к сообщению плохих новостей. Необходимо наладить контакт с пациентом при помощи невербальных методов общения. На самом деле, их существует несколько способов, как сделать это эффективно. Но прежде всего, это положение тела. Лучше использовать положение тела, направленное в сторону пациента, соблюдением зрительного контакта, таким образом, чтобы мы показывали, что нам важно прямо сейчас общение именно с пациентом, а не что-либо другое. Но необходимо соблюдать также зрительный контакт, поскольку соблюдение зрительного контакта показывает пациенту, что мы сейчас сфокусированы на нем, и что сообщение информации сейчас является для нас принципиальным. Необходимо управлять временем. Сообщение плохих новостей достаточно сложная задача. И если вас будут постоянно отвлекать от разговора с пациентом, то, к сожалению, сообщить плохую новость не получится. Поэтому уберите все отвлекающие моменты, телефон лучше поставить на беззвучный режим, предупредить коллег, чтобы вас не беспокоили в течение времени, с которого вы будете разговаривать с пациентом, для того, чтобы эффективно подготовиться к сообщению плохих новостей. Закончив первый шаг и подготовившись непосредственно к общению, необходимо в дальнейшем оценить восприятие пациента. Нам нужно понять перед тем, как сообщать плохие новости, а понятие, что вообще думает пациент, что он думает о конкретной ситуации. Для этого можно задать несколько вопросов. Например, что вы думаете о вашей ситуации? Или, например, что вы думаете о результатах диагностического теста, который пришел сегодня и мы будем обсудить. В ответ на эти вопросы пациент уже может нам сказать, что он уже догадывается о том, что сейчас будут плохие новости. Либо наоборот, пациент находится в неведении, поэтому сообщение плохих новостей будет достаточно тяжелым. Это поможет доктору подготовиться к дальнейшему шагу. Шаг третий заключается в том, что мы должны получить некое приглашение к обсуждению плохой новости и получить разрешение. Мы делаем так называемый пробный выстрел. Можно сказать, что у нас есть, к сожалению, плохие новости. После этого сделать паузу. И можно использовать, например, для таких фраз, которые помогут получить это приглашение к сообщению плохой новости. Например, как бы вы хотели, чтобы я сообщил вам о результатах исследований? Или в каком объеме вы хотели бы получить информацию? При этом пациенты при постановке онкологического заболевания хотят знать максимально все. То есть около 87% пациентов хотят знать всю возможную информацию о своем онкологическом диагнозе, а порядка 98% хотят знать точный диагноз и стадию заболевания. При этом от 93% до 96% пациентов хотят знать точный диагноз, является это злокачественная опухоль или нет, хотят знать прогноз, шансы на излечение, все возможные варианты лечения, все возможные побочные эффекты, каждого из вариантов лечения. Также пациенты хотят знать, о как работает то или иное лечение, которое предлагает доктор. Шаг 4. После того, как мы получили приглашение от пациента на сообщение информации, мы видим, что он готов к восприятию данной плохой новости, нам необходимо дать пациенту информацию. При этом необходимо разговаривать понятным языком, без медицинских терминов. необходимо говорить четко, медленно, короткими фразами, с паузами и с проверкой понимания, для того, чтобы убедиться, что пациент нас слышит и понимает, что мы ему говорим. После того, как мы сообщили пациенту плохую новость, наступает эмоциональная реакция пациента. Как правило, она негативная при сообщении плохих новостей. И наша задача, как докторов, на этом этапе – это с эмпатией отнестись к эмоциям пациента, которые он сейчас испытывает. Для того, чтобы это сделать, существует специальный разработанный протокол, который представлен в виде акронима. Он называется NURSE. Первое, что мы должны сделать, это назвать эмоцию, которую испытывает пациент. Например, я вижу вы расстроены данные новости, которые я вам сообщил. После этого нужно выразить понимание, что вот такая эмоция в данной ситуации абсолютно нормальна для любого человека. После этого высказать некое уважение и понимание, и оказать поддержку. И все в сумме, вот это является как раз эмпатический ответ на эмоции пациента. Шестой шаг. Он предусматривает, что после того, как мы сообщили пациенту плохую новость, после того, как мы отреагировали на эмоции пациента, нам необходимо уже обсудить дальнейшие шаги, поскольку нам нужно что-то делать. И иногда за один раз все шесть шагов протокола Spikes сделать очень бывает сложно. И перед тем, как мы перейдем на шестой шаг, нам необходимо спросить пациента, готов ли он вообще сейчас прям обсуждать дальнейшие действия и говорить о лечении. Если же готов, то нам нужно обсудить с пациентом дальнейший план действий. Если же он вдруг эмоционально не готов, то необходимо перенести разговор на время. Но при этом его нужно обязательно точно запланировать. Если этого не сделать, то мы можем получить такой вариант, что пациент просто не вернется к нам для обсуждения дальнейших действий. При разговоре необходимо делать акценты на предпочтениях пациента в его лечении. И шестой шаг обсуждения и планирования является самым важным, поскольку он делает будущее пациента более предсказуемым, поскольку в момент сообщения плохих новостей будущее пациента максимально неопределено и степень неопределенности просто запредельная. При этом навыкам сообщения плохих новостей можно научиться. Так, например, исследования показывают, что 91% резидентов-онкологов улучшают свои навыки во мнении четырехдневного тренинга, симулированного пациентом. То есть это навык, которому можно научиться, но который достаточно сложен в освоении и требует постоянной практики либо с реальными пациентами, либо с симулированными пациентами. Но при этом, например, только 5% образовательных программ в Соединенных Штатах Америки для онкологов содержат тренинги по сообщению плохих новостей. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...